МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недолго думал найденную боевую гранату, житель Калинина решил отвезти в полицию на собственной машине. Поменять стиль, но сохранить смысл вести Хакасия уже с понедельника вы не узнаете. Наша программа в прямом смысле приобретает новое содержание. Оформление студии новостей станет одним из лучших в стране. И прямо сейчас Константин Кравцов расскажет, почему. Гостелерадиокомпания Хакасия – старейший представитель телевидения в республике. В следующем году нам исполняется 55 лет. Тысяча часов эфира, ежедневные выпуски программы Вести. И даже в век цифровых технологий перехода на новый стандарт вещания мы в авангардной колонии. Наша жемчужина – студия ведущих. Подобной нет ни в Хакасии, ни у соседей красноярцев. Первое, что бросается в глаза – просто гигантский монитор. Плазма будет транслировать во время выпуска фрагменты сюжетов. Сама студия похожа больше на каюту космического корабля. Футуристичные формы и линии, обрамленные неоновой подсветкой. Ну а капитаном звездолета в мире новостей будут ведущие, которые уже познакомились с декорациями. Чувствуешь себя как вот серьезно, по-настоящему серьезно. Как будто вот прямо не в Хакасии, а в Москве как минимум. Ну идея нашей студии была такая, чтобы в одном пространстве создать несколько информационных блоков, зон. Допустим, как это «Россия-1», вести наши основные, которые смотрят зрители каждый день. И студия 24-го канала «Россия-24». Также здесь в студии мы ждем гостей, то есть зона для интервью. ГТРК в Хакасии – крупнейшая телекомпания. Зона вещания охватывает все районы, а потенциальное количество зрителей – несколько сотен тысяч человек. Ежедневно по будням на телевидении 12 информационных выпусков «Вести», в том числе на хакасском языке. В субботу – четыре выпуска, и в воскресенье – один. И заключительный аккорд недели – итоговая программа «Вести Хакасия». В первую очередь мы думаем о наших зрителях. Поэтому оформление студии – это не только новый дизайн в нашем эфире, но и попытка сделать новости «Вести Хакасия» еще более современными и динамичными. Стоит добавить, до 2015 года телевидение страны перейдет на совершенно новые стандарты вещания. И в первую очередь качество картинки на экране станет лучше. Эта студия – лишь шаг в будущее, кардинальные перемены еще впереди, но уже не за горами. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, «Вести Хакасия». Массовые собрания и письма, похоже, не помогут жителям Баграда отставить филиал Россельхозбанка. Сегодня директор регионального отделения Игорь Ман заявил, решение о сокращении окончательное и бесповоротное. Напомним, накануне в нашем эфире баградцы выразили беспокойство в связи с новостью о возможном закрытии отделения в районе. По словам властей, в филиале количество клиентов здесь порядка 4 тысяч человек. Это треть населения всего района. Сегодня руководитель Хакасского филиала объяснил причину расформирования баградского отделения. Оказывается, несмотря на популярность среди сельчан, оно оказалось балластом в системе. На сегодняшний момент времени в баградском районе точка Россельхозбанка неэффективна. Банкам было принято решение об изменении формата данной точки для того, чтобы уменьшить свои издержки и повысить ее эффективность. Впрочем, по словам Игоря Мана, отделение из района не то что уходит, лишь сокращается. В том числе останется всего два оператора. Ну а большая часть сотрудников будет распущена. Основные функции учреждения сохранит. Станет невозможным лишь прием платежей, например, по налогам и ЖКХ. Сегодня практически все крестьянско-фермерские хозяйства Хакасии остались без части работников. Самые лучшие приглашены в Абакан на сельскохозяйственный праздник. Несмотря на то, что год выдался для аграрии в тяжелом, гордиться им есть чем. В церемонии награждения Елена Крылова и Антон Новожилов. Сегодня в драмтеатре собрались лучшие работники сельского хозяйства Хакасии. Праздник у нас проводится в декабре, потому как к этому времени завершились все сельхозработы. Сегодня самых лучших работников наградят денежными премиями от 10 до 100 тысяч рублей. А тем, кто поставил рекорды в сельском хозяйстве, дадут ключи от автомобиля. Праздник сельского хозяйства проводят каждый год, но в этот раз он чуть было не сорвался из-за сложностей с бюджетом. Мы не смогли выполнить и в финансовом плане все обязательства текущего года, но мы эти обязательства помним и мы их перенесем на следующий год. Тем не менее, у нас есть серьезные показатели, которые позволяют сегодня говорить, что мы делаем все правильно. Надо ценить этот труд. Руководители крестьянских фермерских хозяйств, других специализированных организаций сегодня действительно делают чудеса трудового героизма. Я бы хотел выразить всем им огромную благодарность. Сегодня наградили 130 работников. В течение года аграрии соревновались в трудовых подвигах. Охватили все сферы от полевых работ, животноводства до переработки. И отметили сотрудников всех уровней. От руководителей до тех, кто непосредственно трудится в поле. Мы просто работали, ничего не сдали. Как могли, так работали. Почетно, конечно. Одна из десяти машин отправилась в Шира. В этом году район стал лучшим в республике. Он дал рекордные показатели. Несмотря на плохую погоду, намолотили больше 20 центнеров с гектара. Еще девять автомобилей раздали комбайнерам, механизаторам, водителям, чабану и оператору машинного доения. Не умею даже я ездить на нее. Сейчас накручу что-нибудь. Давай надо заедать. Елена Крылова, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Житель Калинина нашел в доме гранату и сдал ее в полицию. Опасную находку он сделал во время ремонтных работ в недавно купленном помещении. Сначала в одной из комнат на подоконнике мужчина нашел детонатор. Не придав этому значения, выбросил в мусор. Спустя несколько дней под батареей в кухне нашлась и граната. Боеприпас владелец дома положил к себе в машину и повез в Абакан в полицию, предварительно позвонив дежурному. Шокированный сотрудник попросил его срочно остановиться. На место выехала спецгруппа с сапером ОМОНа. Предварительно осколочная граната оказалась боевой и содержала взрывчатое вещество. Проверили также и дом мужчины, но других боеприпасов не обнаружили. Подпольный нефтеперерабатывающий завод закрыли полицейские в Хакассии. Лицензий на работу у коммерсантов не было, тем не менее трое жителей республики решили обойти закон. Обосновались в одном из районов, купили оборудование для перегонки нефти и поставили на поток транспортировку в другие регионы мазута и прямогонного бензина. С июня по октябрь этого года таким образом им удалось заработать 51 миллион рублей. Столь солидный доход и стал поводом для возбуждения уголовного дела. Работники, которые помогают предпринимателям наладить бизнес. В Республиканском центре занятости действует программа, по которой работодатели получают вознаграждение за то, что устраивают к себе инвалидов. Какие результаты дает эта поддержка в нашем следующем материале? Оборудовать цех производства полуфабрикатов в Бельтырах предпринимателю помогли новые работники. Благодаря им появились мясорубка, системы видеонаблюдения и отопления. Получилось так, потому что все они инвалиды. За трудоустройство каждого центр занятости в Аскизе перечислил 60 тысяч рублей. Как раз на технику деньги и пошли. Я не вижу никакой разницы. У них нормальная дееспособность. Они могут выполнять ту работу, которую мы им предлагаем. К рабочему месту для инвалидов, конечно, требования особые. Чтобы не навредить здоровью. Пока для них нашлось три подходящих вакансии. Один может работать практически наравне со всеми, непосредственно на производстве. Второй следит за порядком, третий топит печь. Раньше на Колымах, то там, то там работал. В Москву на вахту ездил. Работу уже, строительную точную работу уже не могу делать. Гвозди на ощупь забиваю. А тут все автоматически, считай. Подкинешь там, правее, четыре за сутки. Ну и там именно помешаешь. Центр занятости в зависимости от группы инвалидности дает поддержку от 60 до 100 тысяч рублей. Ежегодно к нам обращаются инвалиды разных видов категорий. В этом году, с начала года до ноября месяца, к нам обратилось 24 инвалида. Из них 19 состоят на учете. И 8 человек мы постарались с трудоустроить. Сейчас в цехе 9 сотрудников. В здании, где не работают, бывшее столовое. У нас еще планы есть, работать с центром занятости. Возможно, будут еще какие-то программы. И мы будем брать людей. Еще с ограниченными возможностями там могут быть люди. Также мы их будем трудоустраивать и расширять. Мы планируем открыть столовую. Поэтому мы еще расширим. Наталья Громашова, Елена Крылова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. В предстоящие выходные на Абаканском стадионе «Локомотив» ожидаются жаркие баталии. Саяны Хакасия проведут здесь две игры. В субботу и воскресенье. Руководство местного хоккейного клуба перед матчами с командой «Байкал Энергия-2» прокомментировало смену домашней площадки. В частности, утверждают, игры на стадионе «Локомотив» носят исключительно спортивный характер. Недавно здесь было установлено современное табло. Отмечают и качество льда. Впрочем, в клубе говорят о проведении матчей первенства России и на других стадионах в Черногорске, Саиногорске, Абазе и Аскизе. А на «Локомотиве» сыграют уже завтра. Начало в 13.00. И прежде чем попрощаться, анонс наших завтрашних передач. В «Культуре Хакассии» в 10 часов 30 минут Юлия Константинова расскажет о триумфе наших артистов в Германии. Этапы восстановления гидроэлектростанции в проекте «СШГ» с новой историей. Затем эфир продолжит инновационные технологии в программе «Мобильная Хакассия». Не пропустите. У меня на этом все новости. Хороших вам выходных и добрых вестей. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова